Продолжение следует... 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 А языковую практику можно ввести на иностранную, не обязательно используя перевод слова или фразы. Сегодня мы об этом поговорим подробно. Конечно, некоторые психологи, неврологи и логопеды говорят о необходимости ребенка быть по уровню развития речевого, готовым к изучению иностранного языка. Сюда входят следующие параметры в общем. Считается, что можно начать занятие иностранным языком с дошкольником, если у ребенка чистое звукопроизношение родного языка, хорошо сформирована артикуляция. Он свободно общается на родном языке, у него развита связная речь, он правильно строит предложение, его словарный запас постоянно растет. Ребенок может концентрировать внимание на 15-20 минут необходимых для занятия. У малыша нет фонетико-фономатических проблем восприятия, он не путает на слух звуки, нет нарушения речи. Однако хочу напомнить, что курс «12 шагов к английскому языку» – это прежде всего развивающий курс для дошкольников. И нет никаких оснований, чтобы относиться к нему как к профессиональному языковому курсу. Для начала используемый материал «12 шагов» есть только одно показание – желание и интерес ребенка. По всем этим основным характеристикам, которые дают в основном врачи, не у 100% детей в этом возрасте есть чистое звукопроизношение в родном языке. Далеко не у всех свободно развита связная речь. Не все могут, далеко не все могут концентрировать внимание на 15-20 минут. Тем более занятия для дошкольников длится не более 30. У большинства есть фонетико-фономатические проблемы восприятия. Даже используя материал курса изучения иностранного языка, такие проблемы возможно решить. Существует множество подходов в определении развития речи. А также некоторые ученые разграничивают понятия обучения языку и развития речи детей. Сегодня мы исключим однобокое представление развития речи как психофизиологического процесса. И будем иметь в виду, что развитие речи детей в возрасте 5 лет – это комплексное обозначение психолингвистических процессов, этапов и методик, связанных с овладением средствами как устной речи, характеризующим свою речность развития навыков коммуникации вербального мышления, которое на данном возрастном этапе предполагает обогащение словаря, грамматических и стилистических структур речи в процессе общения и под влиянием обучения на родном языке с элементами английского языка. Когда мы говорим об обучении иностранному языку дошкольников, мы не можем исключить на 100% с первого занятия использование родного языка для ребенка, иначе контекст общения для них будет непонятен. Все, что ребенку непонятно, зачастую его пугает, соответственно, снижает активность ребенка на занятии, и ребенок теряет к этому интерес. В отношении дошкольников мы также будем говорить о взаимосвязи, развитие речи и об обучении вообще языку, в том числе иностранному, поскольку развитие речи необходимость включает формирование у детей элементарного осознания некоторых явлений языка и речи. Если мы говорим о звуке, мы говорим о звуке и на родном, и на иностранном языке. Если у нас есть понятие слова, оно есть и на родном, и на иностранном. Дети, конечно, не знают понятия термина «текст», мы будем говорить «рассказ». Это тоже понятие существует и на родном, и на иностранном языке. Ребенок рождается с такими качествами мозга, которые дают ему возможность усвоить речь и овладеть языком, на котором говорят окружающие его люди. Но для того, чтобы он заговорил, ему необходимо слышать речь взрослых. С ним надо разговаривать постоянно. Ребенок учится языку у взрослых. И здесь не следует забывать об элементарных правилах. Во-первых, взрослым никогда не следует подделываться под детскую речь. Разговаривать с ребенком нужно, пользуясь простой, понятной для него правильной речи, с четким, правильным произношением каждого слова и в нормальном темпе. Во-вторых, окружение правильной, родной, а также и иностранной речью очень важно для малышей. Лексически точно используемый слов, грамматически правильно структурирование своих высказываний и фонетически безупречное их произнесение. В этом нам помогают аудиозаписи отличного качества, которые прилагаются к каждой книге нашего пособия. Дети их также могут слушать дома самостоятельно. Если мы говорим о групповых занятиях дошкольных учреждений, то здесь фонетически точному восприятию нового языкового материала может мешать обычный шум, который дети воспроизводят на занятиях. Они могут двигать стульями, они могут листать страницы учебника, дети могут отвлекаться, играть и переговариваться друг с другом. Даже если один ребенок слушает, сосед может ему в этом мешать. Такое бывает очень часто. Если вы занимаетесь детьми дистанционно, но онлайн, то качество интернет-соединения и тому подобные технические характеристики также могут влиять на качество звука. Поэтому наличие диска у ребенка дома, аудиодиска, который он может послушать, также очень важно. Поскольку речь дошкольников зачастую не совершенно в фонетическом плане, у нас нет никакого права наставить и требовать от малышей идеального произношения звука английского языка. В особенности это касается тех звуков, которые не встречаются в нашем родном языке. Например, это широкий звук «э», «з», «з», «в» и другие. Однако дошкольники вполне воспринимают и воспроизводят в речи дифтонги. Реже, но также могут различать долготу и краткость гласных звуков. Поэтому, попрошу вас посмотреть сейчас видео, где сама ученица повторяет аудио записью слова. У нее это получается достаточно четко. Посмотрите. Как ты думаешь, что мы будем делать? Послушать. А еще? Репить. Мы будем пересказать. Мне повторить. Повторить. То есть то, что ты услышишь сейчас, нужно будет вслух повторить. Это будут слова о том, как семья Мышак приглашала к себе гостей и что у них было на праздничном. Праздничный ланч. 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 I like. I like. Мне нравится. Help yourself. Help yourself. Угощайтесь. An apple. An apple. Яблоко. Cheese. Cheese. Сыр. Dear guests. Good guests. Дорогие гости. Good. Good. Хорошо. I want the cake. I want the cake. Я хочу торт. Blow out the candles. Blow out the candles. Задуй свечи. Good cake. Good cake. Хороший торт. Delicious cake. Delicious cake. Вкусный торт. Вкусный торт. При выполнении данного задания девочка делала все-таки некоторые ошибки. Когда вы проводите это занятие вживую, может быть, с группой, да, на индивидуальных занятиях, я имею в виду, нелеста на силу. В данном случае предлагаю пользоваться тем правилом, которое я обычно применяю на своих занятиях. Если ребенок делает ошибку, ни в коем случае вы не прерывайте. А только после выполнения задания нужно это обсудить. Тихо. Подскажите шепотом ребенку слово или выражение. А ребенок должен повторить его громко, так, как услышан. Во-первых, это концентрирует внимание детей, особенно если мы говорим про групповые занятия. Дети учатся вас внимательно слушать. Это первые навыки аудирования. Плюс это элемент дисциплины. Если преподаватель что-то говорит тихо, значит нужно его послушать. С тематического набора лексики здесь следует, что под жизненным опытом ребенка в возрасте 5 лет мы имеем в виду, прежде всего, интересы, коммуникативный опыт в домашней среде. Также в общении со старшими и с верстниками, в дошкольных учреждениях и даже во дворе с друзьями. Поскольку мы обучаем только устной речи, в соответствии с возможностями детей в дошкольном возрасте, основной прием обучения в иностранном языке здесь беседа и интервью. Чаще задавайте детям вопросы, беседуйте с детьми на разные темы. Вы получите удивительные ответы. У всех они будут разные и не всегда самые очевидные. Вот, например, у меня был случай, когда мы обсуждали обычную тему, детское кафе, The Children's Cafe. Задан был вопрос. Были ли вы когда-нибудь в кафе? Дети говорят, конечно, да. И девочка мне, одна из моих учениц, сказала, что да, я была. Но детское кафе на картинке она не узнала. Оказывается, что возрасте 5 лет она ни разу не была в детском кафе. Где есть специальные игровые уголки, специальное оформление, специальное детское меню. Оказывается, ее родители были настолько всегда заняты, что они брали ее с собой во взрослые кафе, в рестораны даже. Это я выяснила из ее рассказа. После нашего занятия она очень просила маму сводить ее в специальное детское кафе. И очень ей хотелось посмотреть, что же такое детское меню, что-нибудь самую заказать. То есть у ребенка появился интерес не только на занятия, а на этот интерес. Перенесла на свой опыт, свою жизнь. И также, конечно, я узнала, о чем еще с ней можно побеседовать. Она смотрела за поведением взрослых в ресторане и в обычных кафе. И она знала, как себя нужно вести за столом, как делается заказ в таких заведениях, отморчаемся с официантом. Она знала о нормах вежливого поведения. То есть задавайте побольше вопросов своим детям. Вы о них узнаете очень много нового. Хотелось бы вам показать еще отрывок из моего видеоурока, когда мы с девочкой беседовали по теме сказки с продолжением. В каждой части нашего пособия есть сказка с продолжением, где участвуют наши главные герои, Сандра и Александр, близнецы, которым в этом году 5 лет, так же, как и нашим ребятам. То есть они читают и слушают рассказ о сверстниках. В данном случае получилась у нас интересная беседа. Девочка рассказывала после прослушивания на английском языке, о чем был этот рассказ. И также рассуждала дальше о разных правилах природы. Смотрите, пожалуйста, как у нас это получилось. Смотрите, пожалуйста, как у нас это получилось. Смотрите, пожалуйста, как у нас это получилось. Послушаем историю о том, как ребята спасли волшебное дерево. Спасли? Да, это magic tree. Послушаем историю, что же случилось. Что ребята с этим сделали? Эпизод семнадцатый. Солнце поднималось все выше и выше. Становилось жарко, и волшебное дерево застанало от жажды. Воды, 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 вода, вода, I want water. Я хочу воды. Что же делать? На небе не тучки, и значит, дождя не будет. Дерево может засохнуть. И тут Санди придумала, как помочь дереву. Она сказала Алексу, я вижу ручей, а в нем воду. Давай польем волшебное дерево. Let's water the magic tree. Санди и Алекс быстренько принесли в ведрах воду и полили волшебное дерево. А в ответ услышали, спасибо, Санди, спасибо, Алекс. Thank you, Sandy. Thank you, Алекс. Яслава, tell me what happened. Что же случилось? Было очень жарко. Да, было легко, было очень жарко. Ну что из этого? Люди любят, когда жарко лепо. И дерево стало засыхать. Конечно. Что же она попросила в наше дерево? Воды. Вода, вода. Воды просила. Конечно. Вода, вода, и двода. Да. Ребята помогли нашему дереву? Да. Что же они сделали? Они... Сандра увидела ручей и сказала Алексу, давай мы берем воды из ручья и поймем волшебное дерево. Конечно. Но если ты помнишь, наши ребята живут в Англии. Конечно же, Сандра сказала это по-английски. Давай попробуем сказать, как Сандра. Let's water the magic tree. Let's water the magic tree. The magic tree. А давай польем водой и волшебное дерево. Как думаешь, дерево наше выздоровело? Да. Оно волшебное и могло говорить. Как же поблагодарило наше дерево, ребята? Спасибо, Сандра. Спасибо, Олег. Абсолютно верно. Ярослав, скажи мне, пожалуйста, а может ли даже не волшебное дерево, а обычное дерево расти без воды? Нет. Нет, не может. Любому дереву нужна вода. А вот если бы ты увидела засыхающее дерево, которое начало болеть, ты бы его полила? Да. А откуда можно взять воды для дерева? Ну, либо из дома принести, либо... Ну, где-нибудь в пруду там взять, вот в этих местах. Ну, на речке. А вот тут? В ручье, где увидела Сандра. Если дерево поливать, то у нас иногда и дождики для этого ходят. Да, бывает и дождя, и дождя поливать. А как ты думаешь, что сейчас скоро будет зима? А зимой растения, цветы и деревья поливают? Нет. А как ты думаешь, почему? И в зиме холодно, а снег это и есть вода, только замерзшая. Конечно. Вода может... Снег может внизу таять, да? Поэтому к корням идет вода, они так питаются. А еще почему? А еще им не нужна вода, потому что у них все листики опадают. А что это значит? Что им меньше воды приходится. Меньше нужно? А почему им нужно меньше? Потому что в листик вода не уходит, они все опадают. Да, это значит, что деревья спят зимой. Деревья спят. Им не нужно столько много воды, чтобы росли листочки, росли цветочки, у них росли фрукты, ягоды. Зимой вот и ничего не растет. Да, и они не растут, поэтому они, как медведи, впадают в спячку. И только весной... Сильно растут, которые у нас уже очень вкусные. Да. Конечно. Окей. Вот, пожалуйста, в данном отрывке видеоурока можно наблюдать, как обучение иностранному языку плавно перетекает в экологическое воспитание. Воспитание у детей чувства добра, любви к окружающему миру, интересы к окружающей природе. Итак, перейдем к основной практической части. Традиционно работа по развитию речи детей в 5 лет ведется по следующим направлениям. Это, конечно же, и словарная работа, и грамматика, и фонетика, и связанная речь. Конечно же, все эти элементы мы разрабатываем во взаимосвязи, то есть нет отдельного упражнения на отдельную категорию развития речи. Может быть, только что в каком-то из упражнений, в каком-то из видов деятельности делается больше акцент на одну из сторон. Но в основном мы выберем это в комплексе, конечно. Если мы говорим о словарной работе по курсу 12 шагов, то, конечно же, в первую очередь это понимание смысловой стороны слова и определение значения слова. Подбор синонимов, антонимов и ассоциаций к словам. К этому подходит и задание первое, где нужно посмотреть на картинку, ее описать, потом послушать аудиозапись и повторить слух за диктором. Задание четвертое – общение по ситуативным картинкам. Задание седьмое – игровое, которое можно сделать с карточками. Вы карточки найдете в каждой части пособия. Это игровое задание можно сделать настольным или активным, но можно использовать ту же самую сказку с продолжением. Итак, если мы говорим с вами о синонимах, то при условии понятного контекста коммуникативной ситуации, то есть описания того или иного вида игры, задания или активности на родном языке, во время устной языковой практики мы именно настаиваем не на переводе отдельных слов, а на определение значений слова с помощью различных способов по картинкам, мимике, жесткам и тому подобное, тем самым давая ребенку подсказки о значении отдельного слова и целостной английской фразы, а также возможность самому подумать и догадаться, что повышает самооценку ребенка, активацию к дальнейшему участию в играх на наших занятиях. Многие дети считают себя самостоятельными в данном возрасте и не любят, когда взрослые что-то за них делают и подсказывают. Главное правило здесь не мешать. Поэтому мы можем показать разные игрушки, картинки на первом задании, погудеть паровозиком, порычать, как машина, показать, как медведь лапа на лапу переминается, как он ходит, как он рычит, показать куклу, поморгать глазками и назвать, например, adult, to do, train. Ребенок догадается, что это такое, обязательно покажет на картинке. Если мы говорим об иллюстрации во втором упражнении, рассказе, то по ситуации, которая происходит на этой иллюстрации, можно жестом показать ребенку come in и быть уверены, что ребенок встанет и к вам подойдет. Ему будет понятно, что это за хрена, что это за хрена. Вот пример задания, где мы можем использовать подбор синонимов, антонимов и ассоциаций к словам. Если мы подбираем антонимы в рамках одного языка, я имею в виду английский в данном случае, здесь также этот принцип должен быть основан на достаточном словарном запасе ребенка. Например, при условии изучения материала первых четырех частей пособия. Или, если вы начитаете уже с новых частей, например, с пятой, то как минимум не с первого занятия, конечно же. Таким образом, мы учим детей сравнивать разные предметы по определенным характеристикам. Dirty, clean, new, old. То, что дети запоминают всегда, это big and small. В данной возрастной категории на развивающих занятиях для дошкольников, подразумевающих минимальный словарный запас на иностранном языке, рекомендуется в качестве синонимического ряда использовать пары родной иностранный язык. Это дает детям понятие перевода, не называя термины, при этом демонстрируя, что одни и те же вещи могут называться разными словами, в том числе и на разных языках. В данном случае мы можем показать, к примеру, карточку с изображением собаки и спросить ребенка, а что это? Конечно же, ответ будет, это собака. Не поправляйте ребенка, оставьте задачу корректно в соответствии с возрастом. Спросите ребенка по-другому, чтобы он по-другому и ответил. Мы не используем слова правильно, неправильно, по-английски, по-русски, хотя многие дети начинают это понимать. Спросите, what's this? Знакомый детям вопрос с первого занятия. И тогда ребенок правильно. This is a dog. Мы стараемся просить, скажи это по-другому, а не по-английски. Скажи, какое еще есть имя у этого животного? Даже используя, например, из комикса имена наших героев. Charlie, Kitty, Philly. Можно вспомнить названия этих животных по-английски. Это тоже будут синонимы. Parrot, cat, dog. И, конечно же, попугай, кошка и собака. Это тоже будут синонимы в данном контексте. В седьмом упражнении с карточкой мы также можем показать изображение и попросить назвать и русское название для этой игрушки, и другое название. Дети назовут английское. Самое главное, что они будут понимать, что это все обозначает одно и то же. Один и тот же предмет. Если это фраза, то это будет обозначать одно и то же действие, одно и то же явление. Если мы подбираем ассоциации к словам, то мы демонстрируем это в виде составления словосочетаний и простых односложных утверждений. Например, What can be small? И дети делают совосочетания. Видите, я иногда могу подсказывать на ладошку, ставить такого зайчика. Они запоминают, что он прыгает. Jump. Who can jump? Monkey can jump. Rabbit can jump. I can jump. И дети сами начинают прыгать, как зайчики. Здесь я хочу это проиллюстрировать. Это, например, на занятии традиционной праздники. В этом году это Mother's Day, в момент день. Здесь мы используем слово beautiful. What can be beautiful? Дети могут не сразу догадаться, не сразу вспомнить это слово. Я указываю на разные изображения в иллюстрациях. Мама, цветы, подарки, открытки, улыбки, что угодно, одежда. И дети догадываются и могут сказать Beautiful flowers, beautiful mother, beautiful presents. К 5-6 годам словарный запас ребенка на родном языке может составлять примерно 3000 слов. В сравнении с курсом 12 шагов в этом году, с 5 по 8 части, это примерно 90 слов и 5 фраз на английском языке. Не так уж много, но вполне достаточно, чтобы говорить, что данный курс не перенагружает ребенка иностранной лексикой. Далее мы поговорим о грамматике. Развитие речи в плане грамматики мы осуществляем на образовании формы множественного числа существительных, образовании формы глаголов третьего лица, единственного числа в настоящее время present simple. Это первый блок. Как же все эти страшные термины объяснить малышам? Все объясняют по-разному. Но у меня опыт был такой. Мы делили группу детей на мальчиков и девочек, вспоминали boys, girls, I am a boy, I am a girl, личная информация, и просила зайти в класс. Come in, one boy. Заходил один мальчик. Come in, two boys. Заходят два мальчика. То же самое. Two girls, three girls, five girls. Они, конечно же, понимали, кто и сколько. Так же они слушали, как я их зову. Потом мы старались сравнивать. А в чем разница? One girl, two girls, one boy, two boys. Дети слышали, что что-то не так. Чем больше становилось людей, тем в названии становилось длиннее. Добавлялся один звук. Дети пытались сами услышать, что это за звук. И это маленькое окончание. Они произносили вслух, говорили с или з. И добавляли эти звуки уже к другим названиям. Таким образом, мы учились по аналогии составлять форму. Одну и ту же форму, одну и ту же часть речи, но с разными словами. Если речь идет об индивидуальных занятиях, то можно использовать игрушки, карточки. Все, что угодно, что вам попадется под руку. Главное, что это было однообразно, одного названия или одной категории. Например, если это животные, вы можете заниматься как репетитор с ребенком дома. Не обязательно, что у вас должно быть 10 игрушек зайчиков. Пусть это будут просто животные, назовем их one animal, two animals. Вполне возможно. Есть разные цветы. Не будет говорить отдельно ромашка, роза и так далее. One flower, two flowers. Это тоже допустимо. Если мы говорим об образовании форма глаголов третьего лица единственного числа в настоящее время в present simple, хочу вам продемонстрировать отрывок из моего видеоурока, где я стараюсь это объяснить девочке на примере рассказа не о себе, а о ком-то другом. В этом возрасте уже дети начинают больше хвалиться друг перед другом, рассказывать что-то про свои дела, про свои увлечения, интересы. Они рассказывают про свою семью, очень охотно рассказывают про своих друзей, про свои игрушки. Не так, как раньше в 4-летнем возрасте малыши любили рассказывать все время про себя. Говорили I, I can, I like. Теперь мы говорим my mother likes, my bear likes, к примеру. Посмотрите, как это у нас получилось, девочка Ярослав. И сегодня к моему медвежонку еще. Давай вспомним, а как зовут? Hedgehog, squirrel, hair, paws and mouse. Какое угощение приготовлено? Давай посмотрим, что здесь есть. Травку помним? Помнишь, когда мы делали зарядку с тобой цветной? Вырастала трава, мы называли ее глаз. Глаз. Желтое яблоко. Чейз. 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 Ёл. Эпплс. Нат. Морковь. Как там? Кэррот. 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 Итак, a mouse likes чейз. Еще раз тебе напомню. Про себя мы говорим I like. Про маму, про подружку, про папу, про братика говорим likes. Запомню слово like, появляется еще один звук в конце. Лайкс. Лайкс. Мда. Хэр. Лайкс. Как наркозь. Эррот. Эрррот. Хэрррот. Хэрррот. Хэррррот. Хэррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр В данном фрагменте было использовано задание четвертое. Это типичное задание do and say, сделай и скажи. Разные роды задания, где дети что-то рисуют, могут что-то отмечать, выбирать, а потом об этом рассказывать. Если мы говорим дальше о грамматике, мы можем в данном возрасте уже обсуждать с детьми определение смысловой структуры предложений, составление предложений разных типов, утверждений, отрицаний, краткий ответ на вопрос в настоящее время, present, simple. Будь уверена, что многие дети большие нехочухи. И они очень любят рассказывать о том, чего они не любят, не хотят, не умеют. Здесь я взяла как пример одно из заданий, комикс. Задание пятое. После того, как вы детям прочитаете этот комикс со своими комментариями, что происходит на каждой странице, попросите детей, конечно же, пересказать. Здесь очень важно, чтобы дети логически соединяли сюжет каждой картинки с последующей, применяя, конечно же, родной язык. Но речь героев, чтобы они озвучивали на иностранном, на английском языке. Более подробно я об этом говорила на предыдущем вебинаре, можете посмотреть его в записи, каким образом мы работаем с этим заданием. Очень интересно, можно его в разных ситуациях использовать. Но в данном случае мы используем фразу don't. I don't. I don't want. I don't want. I don't like. Здесь хотелось бы рассказать также о приеме визуальной дезинтеграции. Это наглядное представление всех частей фразы отдельно и последовательно. Плошем это представлять достаточно просто. Мы используем кубики, конструкторы, пирамидки, вагончики, поезды, карандаши, счетные палочки. Все, что угодно, что можно разделить, а потом соединить в единое целое. Некоторые даже используют пластилин. Ведь это очень просто. Кусочек пластилина является единым целым, но на кусочки его можно поделить. Посмотрите, если мы обсуждаем, например, подарки. Дети очень любят подарки. Я обычно очень активна, когда мы изучаем эту тему. Мы спросим, do you want an old book for your birthday? Длинный, непонятный вопрос. Мы можем детям подсказать, показать old book, что это старая книжка. Birthday. Вспомним про какие-то атрибуты дня рождения. Можем их показать. Конечно же, ребенок скажет, no, I don't. What present do you want? И здесь ребенок начинает строить свою фразу. Как мы стараемся это сделать? Интересно. Чтобы слова не улетали на воздух, а был перед глазами наглядный образ. Что-то ощутимое. Ведь мы не можем потрогать слова, мы можем потрогать части игрушки. Всегда мы начинаем говорить про себя. Я хочу. Want. Следующий вагончик. Мы включаем воображение. В первую очередь, конечно же, мы хотим новую игрушку. Обязательно новую. And you. Конечно же, очень красивая она будет, поскольку она новая. Beautiful. В конце мы говорим, что это будет за игрушка. Doll. Вот мы построили целую фразу. Мы можем пробежаться карандашом или пальчиками по каждому этажу. Пирамидки, лесенки или по всем вагончикам поезда с первого до последнего. И ребят самостоятельно могут рассказать свое желание. I want a new beautiful doll. Используя воображение, мы здесь рассказываем и о порядке прилагательных словосочетаний. Прежде всего, должно быть новое. Раз новое, то и красивое. И, конечно же, что это? Можем уточнить, какого это цвета. Например, I want a new beautiful blue car. У мальчиков может получиться выражение длиннее, к примеру. Перейдем к фонетике. Здесь мы будем обсуждать темп речи, дикцию, интонацию, интонацию законченности высказывания обязательных и выразительность речи. Для этого нам помогает задание третье в каждом занятии. Задание повторить, репить. Эту рифмовку мы можем использовать в разном видах активности, в разных видах занятий. Можно делать активные, можно по ней играть и прыгать, придумать движения. Но если мы хотим отработать фонетику, то я предлагаю такой прием. Во-первых, чтобы избежать стеснения детей. Многие могут стесняться произносить иностранные слова. Многие могут стесняться просто своего произношения. Могут просто не хотеть участвовать в какой-то игре. Вполне такое может быть. Поэтому мы предлагаем детям сначала тихо, тихо, как мышки. Повторять ту или иную рифмовку. Затем мы повторяем ее громко, чтобы нас услышали во всех концах земли и присоединились, ребята, к нашей игре. Мы играем все вместе. Потом, ну, ребята, мы поиграли, мы устали. А давайте произнесем этот стишок медленно. Тут мы работаем с дикцией, проговариваем каждый слог. И в конце я обычно говорю, ребята, у нас же осталось еще очень много игр. Давайте быстрее договорим это стихотворение. И будем играть в другие игры. Сменим вид деятельности, например. Поэтому в конце выполнения данного задания мы устраиваем небольшие такие гонки. Кто быстрее до конца по памяти произнесет это стихотворение. У многих получается уже на четвертый раз. Конечно, очень важна работа со связанной речью. Здесь мы будем говорить об устроении связанных высказываний по выставанию. Умение структурно выстраивать текст. Развивать сюжет по серии картин. Соединять части высказывания логически, правильно и точно. В этом нам помогает практически каждое упражнение в каждом занятии. Еще раз повторюсь, что больше беседуйте со своими детьми. Больше задавайте им вопросов, наводящих вопросов. Ведь самостоятельные дети в этом возрасте полностью не смогут вам даже на родном языке связанно пересказать тот или иной текст, который они услышали. Или самостоятельно связать воедино одним сюжетом те картинки, которые они видят. Для многих детей это трудно. Посмотрите, пожалуйста, видео, где моя ученица пытается сама пересказать комикс. Как она делает это на родном языке и каким образом она использует иностранный язык в данном задании. Расскажи мне эту историю. Вот как я начинала. На этой картинке Китти что делает? Что делает Чарли? Что они в этой ситуации могут друг другу сказать? Давай подумай. Китти у нее день рождения. Так. Поэтому Чарли что? Пришел и подарил ей... Подожди, он еще ничего не подарил на этой картинке. Он пришел и сказал ей что? Хэппи белый день. Конечно. Китти, это было приятно? Ей приятно, что ее поздравили? Дякую, дякую. Она говорит дякую. Да. А вот теперь на следующий картинке... Ну, когда ездили в Грецию... Помните, у нас там... Мы с вами занимались, когда еще мячик мы там... Да, 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 да. Извините, вот тогда мы в Грецию ездили. Там... Там разговаривала с кем-нибудь по-английски? Нет. Там мама все время на английском говорила, но некоторые там на русском разговаривали. Угу. Ну, мама в ресторане, там, мы забыли на английском, и мама то одно скажет на английском, то другое, и всегда фейнфи говорила. Ммм, конечно, это очень вежливое слово, конечно. Только у нас там ресторан был такой, что на ужин или на завтрак берешь, там бар такой стоит, и там все хочешь, то и берешь, и все бесплатно. Здорово. Да, ну, во всяком случае, даже если бесплатно, говорит Сеньки, это очень хорошо, это очень вежливое слово, запомнил, пожалуйста. Итак, слушаю твою сказку дальше. Итак, давай я вам что-то рассказывать мне. Так что же на следующей картинке произошло? Итак, Китта сказала Сеньки за то, что Чарли ее поздравил, а ты пилостей. Что было дальше? Потом Чарли подарил ей букет флалос. Что сказала на это Китти? Сеньки. Сеньки. А когда очень рад, мы говорим, большое спасибо, мы говорим, Сеньки Вэлэй Мач. Большой звук. Сеньки Вэлэй Мач. Да. Что произошло дальше? Китти сказала Камин Сюдан. Для того, чтобы Чарли что сделал? Сел на стол. Шел, прошел в гости и сел за стол, да. Чарли молча это сделал. Он что-то вежливое сказал. Он сказал thank you. Thank you. Конечно. Thank you, Китти. Как он начал себя вести дальше? Потом, пока Китти накрывала на стол, Чарли начал качаться на столе и говорит, какой хороший ствол. Да. А по-другому по-облести? Ты вспомнишь, как это сказал? Хороший. Эм, bad child. Bad – это плохой. А хороший? Good. Good child. Good child. Да. Тут ему нравилось все. Тут стол был хороший. Потом он упал и говорит, bad child. Ага, да. Стул оказался плохим, потому что он вдруг, видите ли, упал. Да. И что мне это сказала Китти? Посмотри, как она удивилась. Что это не стул плохой, а Чарли баловал. Вот он. Да, Чарли плохо себя вёл. Поэтому что она сказала на Чарли? Плохой, Чарли. Как она об этом сказала? Bad Charlie. Bad Charlie. Конечно. That's good. Итак, в этом отрывке наверняка вы обратили внимание, что девочка использует параллельный русский иностранный язык. Она многие фразы сама произносит по-русски. То есть речь тех героев, которые были в данном комиксе. И сразу же после этого называет английский. То есть она понимает, о чём она говорит. Либо она вставляет в контекст русского языка иностранный фразы. То есть понимание данной истории на 100%. Также важно ситуативное общение с детьми. Не только связать какой-то рассказ, определённые отрывки сюжета. Но и мы возвращаемся, опять же, по кругу к словарной работе. Самое главное – это правильный лексический подбор средств. Здесь мы также используем задание 6. Это ситуативное общение по картинкам. Смотрите, как это можно сделать. Можно также, как и в комиксе, это очень важно, детям давать наводящие вопросы. Например, в какой из этих ситуаций можно сказать thank you. Либо если вы чувствуете, что дети уже достаточно уверенно владеют языковым материалом, можно просто задать вопрос – what do you say? А что вы говорите? В таких ситуациях дети могут вспомнить не только thank you, но и take your present, let's watch TV, sit down, please. Come in, пожалуйста, когда мальчик открывает перед маму дверь. Хочу вам показать отрывок небольшого видео, где Ярослава пытается сама подобрать фразы ситуативным картинкам. Субтитры создавал DimaTorzok Help yourself – это что? А вспомни. Вот приходили сейчас гости к твоему мальвежонку, он нам отдавал тортик и говорил help yourself. А-а-а, угощайтесь? Да. На каких картинках это можно сказать? А в каких ситуациях это нельзя, не подходит. Можно вроде бы сказать. А вот влево, влево… Ты мне скажи, что происходит на этой картинке? В какой ситуации может быть? Сам ли что-то там дает? Либо это какой-то… Это мячик, это мячик. Вот это болл. Look, вот это болл. Разве мы его едим? Нет, нет. Значит, здесь нельзя. Мы просто скажем, возьми мячик. Take a ball. Take a ball. Вот мимову можно сказать. Почему? Потому что там мама им мороженое дает. Да, и говорит им что? Хатни шею. Хатни шею. А, пусть вас угощайтесь, пожалуйста, да. И еще здесь есть картинка, где можно сказать… Да, 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 в левом, ой, в правом верхнем номере. Что там происходит? И кто это может сказать? Александр. Да, почему? Он дает Сандре шоколадку. Так, в заключение хочется сказать, что дошкольникам нет необходимости знать многие термины. Данные понятия они должны знать и различать. Например, звук, слог, слово, приложение, текст, понятие, методействие. Кроме того, выявляется умение понимать инструкцию и выполнять ее в соответствии с заданием. Для этого каждое задание у нас дублируется на русском, на английском языке. Постепенно мы уменьшаем долю родного языка. И уже формулировки английских заданий детям понятны после проведения буквально нескольких занятий. Don't say, look, listen, repeat. Чаще всего я для этого использую как раз-таки мимику и жесты вместо перевода, чтобы детки понимали, что от них хотят в задании. Look, мы берем бинокль, listen, тихо, слушаем, repeat, мы повторяем. Если говорим tell, иногда показываем таким жестом. Вы можете придумать свои, но главное, чтобы они одни и те же жесты повторялись постоянно, чтобы дети к ним привыкли. Сегодня мы с вами обсуждали развитие речи детей возрасте 5 лет в контексте жизненного опыта ребенка на родном ему языке. Мы определили жизненный опыт ребенка как его крупы интересов и опыт общения в привычной ему среде. Это может быть дом, детский сад, друзья во дворе. Эти характеристики предполагают, что мы не можем обучать детей более сложному языковому материалу, чем они знают и используют в родном языке. Например, развернутые сложные предложения, аргументация, точное произнесение звука или безупречная грамматика. Также обязательно наличие понятного контекста, ситуации общения, который может быть передан на родном языке ребенка, так и в виде иллюстрации другого наглядного материала. В результате освоения курса 12 шагов к английскому языку для детей 5 лет или 2 года обучения дошкольников, дети будут знать около 90 слов и 5 фраз, смогут подбирать синонимы и антонимы к словам, а также пара русский и английский язык в качестве синонимов, продолжать ассоциативный ряд, составлять словосочетания, составлять высказывания разного типа, а также связывать их в логический текст в своем рассказе. Конечно же на этой теме мы не останавливаемся, мы будем эту тему интересную продолжать. Спасибо вам большое за внимание. Я, конечно же, надеюсь, что я полностью осветила эту тему. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, которые у вас возникли. Пожалуйста, пишите все свои вопросы не в чате, а в отдельной вкладочке «Вопросы». Я вижу первый вопрос от Анастасии. Почему ли мы читать малышей или используем это чтение целых слов? В курсе 12 шагов предполагается такой элемент обучения, но не в этом году, не в этих частях. Это уже будут последние 4 части данного пособия. Там мы будем говорить об элементах обучения, чтения, но мы не используем это чтение целых слов. Больше работаем по ассоциациям, по звукам, по примерам. Об этом очень подробно. Есть очень множество интересных приемов, которые мы там используем. Мы не учим детей читать фактически, но по окончанию курса дети это могут. Это идет из моего опыта. У меня есть детки, которые полностью обучались по этому курсу 3 года, когда мы еще только начинали разрабатывать этот авторский материал. И в конце обучения дети действительно могли читать. Правда, только по печатным заглавным буквам. Это было достаточно. На сторону их не было предела. Как раз, я думаю, как только выйдет последняя третья часть 4 книг, с 9 по 12, я вам очень подробно об этом расскажу. Да, вот сейчас в чате администратор вам дадут ссылку и код для получения сертификата. Когда же выйдет книжка с программой и планированием для учителя? Я, честно говоря, не знаю. Этот вопрос лучше задать на форуме к издательству. Очень сама ее жду. Но те комментарии, какие есть у нас к каждому занятию в конце каждой книги, то есть это методическое описание для взрослых, для тех, кто занимается детьми, вполне достаточно. Сейчас уже очень многие его используют. Многие его используют даже без спецобразования, то есть без диплома пускника Института иностранных пилюков. Вполне все подробно написано таким языком. Ведь многие родители занимаются с детьми, бабушки, дедушки, не только ведь воспитатели. Поэтому там все очень доступно. Ну, конечно же, да, программа планирования, это все нужно для нас, для педагогов. Я надеюсь, что в скором времени эта часть пособия выйдет в свет. Следите за новостями издательства. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Также хотелось бы сказать, что в скором времени у нас будет интересная возможность. Одна из моих хороших знакомых, которая профессионально занимается изготовлением эксклюзивных мягких игрушек, согласилась нам помочь и должна к Новому году нам представить образцы разных игрушек. Это будет и перчаточный вариант, который можно надеть на руку, использовать в театре, в постановке сценок каких-то по мотивам наших рассказов. Будут и полноценные мягкие игрушки с героями, с основными героями наших пособий. Мы обязательно сделаем фотографию, обязательно сделаем объявление на форуме, как только они появятся у меня на руках. Ждем, возможно, кого-то заинтересует, и кому-то действительно это очень поможет в качестве наглядного пособия при использовании нашего материала «12 шагов». Конечно же, у нас есть куклы картонные, которые вы можете скопировать, либо вырезать с обратной стороны обложки каждой книги нашего пособия. Обычно мы делаем с детьми, сами раскрашиваем. Это картинки черно-белые. Основные наши герои – Сандра, Александр и их питомцы. Мы их прикрепляем на карандаш или на палочки. Дети их сами раскрашивают, вырезают под наблюдением взрослых. Конечно же, безопасными можно сами обязательно. Вот их тоже можно использовать. Здесь главное – детей выинтересовать. Очень интересный вопрос. Не совсем по теме, да, сколько мне лет. И что вы всю жизнь преподаете английский, а выглядите так молодо. Ну, я вам тоже не по теме немножко отвечу. То есть для меня английский является практически родным языком. Я так же, как и наши детки, еще тогда, еще в Советском Союзе, начала изучать английский язык с трех лет в детском саду. И я еще с тех пор помню, как наши педагоги преподавали нам, как они все это преподносили, и уже теперь, будучи взрослой, я понимаю, как им было сложно, как они сами выдумывали каждый раз, где-то на коленках, на блокнотике писали эти всякие игры для нас, сочиняли планы занятий. Лет мне достаточно, чтобы иметь уже где-то, сколько же, наверное, уже где-то лет 10 я преподаю по данному профилю. И конкретная разработка нашего авторского материала «12 шагов» у нас началась где-то 5-6 лет назад, и мы с первого дня начали ее апробировать у нас в Тамбове по дошкольным учреждениям. Это были и детские сады, это были и частные образовательные центры, и государственные учреждения, в том случае у нас был муниципальный центр для дошкольников. Поэтому опыт есть, и мне очень интересно, чтобы вы поделились своим опытом. Я вот в чате наблюдала за обсуждением. Многие из вас, точнее, кто-то из вас вот сказал, сейчас уже не найду сообщение, что начали работу с детьми благодаря нашим материалам. Раньше с маленькими детьми не работал. Конечно же, это очень здорово. Мне было бы интересно почитать о вашем опыте на форуме. Пишите, пожалуйста, все туда свои впечатления, все ваши замечания, комментарии, мы будем их учитывать. Используете ли вы интерактивные мобильные игры на занятиях? Если есть такая возможность, техническая, я имею в виду, я всегда использую. На дистанционных занятиях это не совсем удобно. На дистанционных занятиях в прошлой серии вебинара я говорила, как это можно использовать. Вы можете посмотреть записи, очень подробно об этом рассказывают. В дистанционных занятиях это не очень удобно. Вы не можете демонстрировать свой экран с мобильных устройств, только с персонального компьютера. Если есть такие возможности у детей дома, технически я имею в виду планшеты, смартфоны, что-то подобное, то они могут скачать те мобильные игры и приложения, которые есть у нас на сайте издательства, специально разработанные для этой серии 12 шагов. Детки, очень удобный интерфейс. Очень понятно все. Никаких там минимального количества подписей на русском иностранном языке, то есть все кнопки с картинками, они понятны. Детих сами используют именно для отработки лексики плюс фонетики. То есть очень хорошее качество записи, достаточный набор слов по нескольким темам. Их можно использовать как дополнительный материал, конечно. Чаще всего детки используют дома, либо на живых занятиях. Это удобно использовать, но не дистанционно. Если вы используете на живых занятиях в группе, то у вас должен быть, допустим, планшет с достаточно хорошим разрешением экрана и достаточно большим форматом. Ведь по нормам наглядный материал для детей, дошкольников должен быть не менее формата А4. То есть представьте, что у вас должен быть вот такой вот планшет с таким большим экраном. Их, конечно, можно тогда использовать, показывать блог. Да, интерактивные мобильные игры. Ответил. Да, забыла сказать, что вы можете их найти, перейти на сайт investichress.ru и посмотреть, там есть интернет-магазин, у нас есть вкладка Mobile Apps. Вот они как раз там внизу на странице все представлены. Все эти мобильные приложения, которые можно использовать конкретно к этому курсу. Так, уважаемые коллеги, если больше вопросов нет, смотрим больше. В вкладке не появляются вопросов. Тогда спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, до скорой встречи. Эту тему мы будем продолжать. Ждем выхода следующей части книги. И я, конечно же, как попросили, я очень подробно там расскажу про обучение чтению, которым мы напрямую, конечно, там не занимаемся. Но есть очень много интересных приемов. До скорой встречи. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok